Человек, она смотрит, наверное, это вы и я. Нет, еще моя мама. А как маму зовут вашу? Люда. Люда, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно с вами познакомиться заочно, но все равно. И три человека поставили лайки. Это точно вы, я и ваша мама. Хорошо, очень здорово. Ну, я надеюсь, да, дорогие друзья, сегодня у нас, нас не миновала чаша сия, мы тоже с Мариной не с первого раза сконнектились, тоже очень-очень нервничали, но тем не менее, как бы смогли вроде бы с этим делом совсем справиться. Надеемся, что у нас пройдет эфир, сейчас к нам потихонечку подтянутся люди, сейчас мы меня поправим, а то я совсем где-то только в нижней части экрана. Сейчас. Нормально или мне себя тоже нужно поправить? Нет, нет, вы как раз вот нормально, мне кажется, что у меня очень много, как бы мало меня, а много над головой штор много, много пространства. Но это мы потом подправим. О, 41 человек, люди в эфире, хорош, Виточка, прихорашиваться, давайте работать, давайте. Сейчас я только хочу увидеть, как это выглядит у нас на, вот в эфире, да, давайте мы на это все посмотрим. Ага, и вот, вот появились первые, появились первые зрители и появились первые отзывы, что нас видно, да, 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 здравствуйте. Здравствуйте, всем спасибо большое за терпение, что вы нас наконец-то дождались, потому что мы через тернии, но все-таки к вам пробились и продрались. Итак, обещанный эфир, долго измученный с нами, с Мариной, потому что вначале у нас был День Благодарения, мы немножко не подрасчитали и неправильно сориентировались по датам. Потом у нас по техническим причинам сорвался эфир, вот наконец-то, прошло уже, наверное, больше месяца, да, Марин, с нашего знакомства, наконец-то мы вышли в эфир. Тема нашего сегодняшнего эфира «Выходим замуж, выходим замуж в Америку». Вот просто так, без всяких икивоков, кому неинтересно, сразу же предупреждаем, что говорить будем прямо на конкретную предметную тему, на знакомство, на сайте знакомства американских, потому что Марина прошла всю эту историю, у нее большой опыт и сейчас она занимается тем, что помогает тем женщинам, которые хотят последовать ее, пройти ее путем, в ее башмаках. Вот, и прям конкретно сегодня будем на эту тему говорить, ответим на все ваши вопросы, вопросы задавайте, пожалуйста. Но начнем с тех вопросов, которые нам задали наши терпеливые очень зрители еще перед первым нашим планируемым стримом. Итак, я у себя в сообществе, значит, разместила сообщение о том, что у нас будет стрим, и люди пишут. Есть комментарии? Виктория, можно я только немножечко подкорректирую, что не только, во-первых, в Америку, я наоборот всегда говорю, что не нужно выбирать страну, а в принципе советы сегодня помогут встретить своего правильного человека, и не факт, что он будет находиться в Америке. То есть множество стран, множество мужчин, не стоит себя ограничивать только одной страной, это раз. А во-вторых, тоже я этим не занимаюсь, это скорее мое хобби. Мне нравится, у меня есть возможность, у меня есть время, ко мне обращались, и вот так получилось, да, что теперь это у меня такое хобби ежедневное, я бы сказала. Все, немножечко только подконтировала, прошу прощения. Отлично, спасибо, спасибо большое, Марина, что подправили. Почему-то у меня вот почему-то какая-то связка, что прямо в Америку мы всех должны отправить, нет? Нет. Хорошо, хорошо, то есть да, мы сами выбираем. То есть сначала выбираем мужчину, а потом за ним едем в ту страну, которая нам нужна. Ведь ты у меня абсолютно другая. Знаете как, конечно, есть ряд стран, на которые я бы не советовала бы обращать внимание. То есть для меня лично это, конечно, мусульманские страны. Для меня эти традиции просто неприемлемы, не мое, скажем так. И понятно, будут свои проблемы тогда и с мужчиной, кто придерживается этих вероисповеданий. А во всех остальных странах почему бы и нет? Хорошо, значит, нас 89 человек. У нас все с нами здороваются, все нас приветствуют. В чате мы открываем, видны все сообщения, не только то, что называется интересные. Здесь у нас люди из Нидерландов, из Греции, из Израиля, из Испании. И, значит, откуда еще? Еще Харьков. Главное, что есть Харьков. Как для вас Днепр, так для меня самое важное. Когда есть Харьков, это значит, что эфир получится. Эфир удастся. Итак, мы сегодня прям работаем. Наша работа сегодня. Мы отвечаем на комментарии, которые нам пришли, и вопросы, которые ко мне пришли в сообществе, на те вопросы, которые пришли в сообществе Марины. И отвечаем на ваши вопросы, которые вы сегодня у нас здесь зададите. Поэтому очень хочется поработать прям конструктивно так, знаете. Сообщение. Ну, пишут люди, что ждут. Ждут с нетерпением. Спасибо. Господи, вопросам уже 10 дней. Уже в мире все поменялось. Люди, наконец, дождались ответа на своих вопросов. Значит, вопрос. Прошу героиню рассказать поподробнее о местности, в которой она живет. Большое спасибо. Так, мы на данный момент живем в штате Канзас. У нас очень маленький городок. У нас 60 тысяч, даже меньше. Там 58-700, сколько-то тысяч человек, население. Это очень маленький городок. Но мы очень часто с мужем переезжаем по его работе. И мы часто живем вот именно в таких маленьких городках. То есть для нас это норма, для нас это абсолютно нормально. И нам нравится именно жить в таких маленьких городках. Не хочу никого видеть, кто живет и любит там в Нью-Йорк. Упс, отбиваю. Отбиваю. Кто-то мне пытался набрать, но это... Для меня я бы только сделала исключение, если бы это звонили со школы. То есть, ну, это не школа была. Вот. Да, то есть я не хочу обидеть никого, кто живет в больших городах и любит большие города. А мы с мужем нет. То есть там все-таки как-то не так спокойно. Мы так считаем. Ну, и разумеется, тут уже решение принимает, наверное, больше мой муж, потому что он у меня американец. Он жил и в больших городах, и в маленьких. Конечно, всегда говорит о том, что детей лучше воспитывать именно вот в таких вот маленьких городках. Здесь гораздо спокойнее. То есть школы у нас тоже хорошие. Климат у нас здесь, ну, не совсем такой, как нравится мне. Когда мы жили в штате Мичиган, для меня на сейчас, во всяком случае, на сегодня штат Мичиган я люблю больше всего, потому что там есть все четыре сезона. А вот здесь у нас в штате Канзас, к сожалению, зимы, ну, практически нет. Вот недавно нас на прошлой неделе просто порадовали, порадовали мое женское сердце, материнское. Тоже выпало очень много осадков, детки катались на санках, множество восторга. Тоже я делала видео на своем канале, но, скорее всего, это нам так повезло только один раз в этом году. Как правило, здесь зимы, к сожалению, нет. Вот так вот в какой местности мы живем. Меня не спросили, но я тоже расскажу. Что я живу тоже в небольшом городке и тоже население 60 тысяч, он называется Коломея. Да, и я ведь тоже, как и вы, вы из Непра, из большого города, я из Харькова, из большого города. И я нахожу очень много прелестей в жизни в небольшом городке. У вас, видите, своя прелесть, потому что у вас главное для деток безопасности школа, да? То есть и транспорт, чтобы было, вы по этим критериям отбираете город. А для меня, как для пенсионера, это парк, в котором можно погулять, это городское озеро, вокруг которого прям за асфальтированная дорожка, можно погулять. Это пошаговые все доступности. То есть у небольших городов, ну и есть социальная структура, да, доставки вот только нет. Но недавно, вот меня вчера Святой Миколай посетил и все доставил, все, что мне было нужно. Поэтому у небольших городков, прошу прощения, да. Да, у них есть свои достоинства. Здесь, наверное, такая особенность, что здесь в маленьких городках в пешей доступности ничего нет, здесь нужно. То есть для того, чтобы пройти в тот же парк, нужно туда сначала доехать. Но это особенность Америки, то есть это мы все знаем, что без автомобиля там делать нечего. Поэтому, ну если уж совсем, там надо где-то жить в Нью-Йорке, где есть метро или еще в каком-то большом городе, если ты не без автомобиля. А, конечно, вся жизнь в одноэтажной Америке, да, это мы знаем, что это жизнь на автомобиле, на колесах. Итак, на один вопрос ответили с почином. Поехали дальше. Ну тут даже, ну давайте, я не знаю, это реплика или вопрос. Не у всех так получается, как у Марины. Разность менталитета, культура, образования имеют огромное значение. Наблюдаю это по семье своей дочери, которая давно уже замужем в США. Надо полностью влиться в новый мир и забыть свои традиции и многое другое. Пять восклицательных знаков. Наблюдаю это также в других семьях наших славянок здесь. Здесь не знаю где. Дай бог, чтобы всем повезло, но сравнивать возможности 25-30 лет и начинать с такого же возраста здесь женщин 60-70 лет не актуально. Вот, да, это оказалось и реплика, а не вопрос, но очень к тему. Спасибо большое автору. Почему? Потому что вы у нас, Марина Молодежь, а у нас на канале женщины золотого третьего возраста, которые, как нам показывают многие наши героини, встречи с которыми у нас уже происходили, все-таки умеют и в 50, и в 55, и в 58 лет выходить замуж и находить свое счастье. Но вот если вы, есть у вас как бы ответ на эту реплику про брат, ответьте, пожалуйста, прокомментируйте. Надо так немножечко себя подумать. То есть я отвечу несколькими частями, да, наверное, относительно менталитета, разумеется. Разумеется, где-то в чем-то есть разница, но тут уже, скорее всего, просто встретить своего человека, чтобы у вас совпадали ваши жизненные ценности и приоритеты. Разумеется, да, в этом плане мне с мужем повезло. У нас есть кое-какие где-то мелкие, возможно, расхождения, но мы, в принципе, сходимся в целом в главном, и это очень-очень важно. Он меня никак, кстати, не ограничивает там где-то в моих традициях, то есть они у нас есть, если для меня это важно, точно так же, как я не ограничиваю и его. Но у нас абсолютно, в принципе, в этом взаимопонимание, поэтому нам, конечно же, легко. Относительно того, что молодежи встретить легче, безусловно, безусловно. То есть девушке, скажем, в 30-40, мне было сколько, 33 года, встретить легче и быстрее, чем, скажем, женщине в 50 или в 60, но это не говорит о том, что это невозможно. То есть если ты делаешь определенную работу, где-то это тоже в чем-то работа, и я тоже проводила свою работу, то, в принципе, да, это реально. Я скажу даже больше, я уже здесь, в Америке, познакомилась затем с девушкой, она была на сайтах 5 лет, она зарегистрировалась, ей было 20 лет. Своего мужа она встретила только в 25 лет, в 27 они расписались, вот она уже, наверное, лет 10, они уже живут вместе, вот у них уже тоже двое деток. То есть молодая, красивая, симпатичная девушка, модель, я бы сказала, 5 лет не могла встретить своего достойного человека. То есть было бы желание, а вы за кого и только бы в Америку, то, разумеется, это было бы и раньше. Но она вот ждала, да, действительно, человека, который ей подходит. Ей дождалась, скажем так. Также знаю, есть девочки, тоже в 35 начинали поиски своего спутника, и 7 лет девушка была на сайте, трижды за это время она отвергла предложение. То есть понятно, человек тоже имел какие-то свои принципы, и то есть на любой вариант не был готов согласиться. Я считаю это очень правильно и очень разумно. Очень часто вот именно в эти абьюзивные отношения, конечно, здесь в Америке, попадают именно те, кто закрывает глаза на определенные недостатки в мужчинах. То есть они их видят, и они осознанно закрывают глаза, потому что они считают, что они этого мужчину смогут затем переделать. Это проблема номер один наших женщин. Насчет того, вот опять-таки, возраст, да, уже закончу. У меня тоже, к сожалению, мало таких примеров, да, но они есть. Тоже вот рассказывала свою историю на моем канале женщина. Ей 65 лет, 65 лет она сюда приехала. Тоже познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Вот, кстати, Виктория одна из ваших подписчиц. То есть она присоединилась к моему каналу, и затем на моем канале она уже поделилась своей историей, ну вот сообщением. Тоже она примерно вот в этом возрасте познакомилась с мужчиной. Тоже на сайте знакомств. Замечательные отношения. У них уже начали, они уже начали подготавливать документы. Затем он пропал. И она, конечно, говорит, что я подумала, что, наверное, дочка, все-таки дочка старшая, узнала, и вот, наверное, вот, то есть из-за этого что-то произошло. Затем он объявился, через короткое время извинился и сказал, что на самом деле он немного на нее обиделся за то, что она не хотела принимать от него помощь. Он ей хотел материально помочь, пока вот она там ожидает документы, а она вот, ну вот, гордая, да, я сама вот свои 65 лет. По-моему, по-моему, возраст 65, я могу ошибиться, я не помню точно просто. Я же говорю, это было вот как сообщение. Я ей, конечно же, предложила. Если ей интересно, мы можем с ней записать видео, пусть она мне напишет личные сообщения и поделится вот своим настоящим опытом, да, то есть сколько лет тоже у нее для этого понадобилось. В общем, все хорошо, все замечательно, все возможно, просто нужно делать свои какие-то действия ежедневно для того, чтобы был результат. Ну, все, вроде бы ответила. Да, да, спасибо большое. Спасибо, Марин. Я просто хочу к своим зрителям обратиться. Тут похвалили бусики, бусики мои, вот, и сказали, что новый образ, да. И вы знаете, в этом году Николай, Маколай, до нас раньше пришел в всем уроте. И мало того, что он пришел так рано, он еще ко мне был необыкновенно щедр. Я получила очень такие замечательные, волшебные, трогательные подарки от моих уже теперь не подписчиков, можно сказать, друзей. И если вы помните, у нас была такая героиня Татьяна, винтажные штучки. Надеюсь, у нас сейчас на канале. Танечка, если вы есть, еще раз вам спасибо. Превселюдно Тане прислала прям мешок подарков. И это бижутерия, без которой я теперь себя вообще не мыслю и не могу. И наряжаюсь каждый раз к эфиру. И каждый раз думаю, ой, а в этом меня уже видели. Так вот, друзья мои, Татьяна мне прислала столько и своих собственных изделий, и своей собственной работы, и винтажных изделий, вот это винтажное изделие на мне, что надолго нам хватит. Теперь еще на несколько эфиров у меня точно будут, на каждый эфир новые какие-то украшения будут обновки. Спасибо, Танечка, большое. Марин, прозвучала фраза сейчас в вашем ответе, что наши женщины... Вот это та фраза, которую, по-моему, ваша подписчица задала вам у вас, да, да, что вы прям сказали, что наши женщины надеются, вот ничего страшного, я, значит, за него выйду замуж, приеду, и я его переделаю. И вот эта фраза, она вообще, конечно, достойна, ну, не только отдельного стрима, а она вообще, ну, основополагающая, заблуждение всех наших женщин, и здесь, и там, и везде, попытка переделать мужчину. Вот, если можно, я вас тогда не перебила нехорошо именно на этой теме, а наши подписчики и зрители, а их уже 175 человек, 91 лайк, спасибо им большое. Они обратили на это внимание, им эта тема интересна, и если можно, вот на примерах, чем заканчиваются попытки переделать, и как развиваются события, когда люди принимают друг друга. Я так думаю, что те женщины, которые пытались переделать мужчин, которые сейчас рядом с ними, да, они видят, что, в принципе, это безрезультат. Мы можем тешить себя надеждой, что мы это можем сделать, но я думаю, что это сделать очень тяжело, скорее, невозможно, если человек не хочет этого делать самостоятельно. Если мужчина видит, да, что он может быть лучше в отношениях, он хочет быть лучше, то он будет лучше. А как бы мы не пытались перед ним выслужиться, да, как говорится, то есть выпросить какие-то знаки внимания, скажем так, то мне кажется, это очень-очень тяжело сделать. Но я могу сказать, что в наших отношениях мой муж поменялся. Но это была такая работа, да, скажем, знаете как, обоюдная. Самое главное, что я его принимала таким, какой он есть. И я не просила большего, я не просила быть его лучше. Я действительно видела в нем множество плюсов. Были ли минусы? Ну, конечно, были. Но для меня было важно, да, то есть понимание и осознание того, что так, с этими минусами я могу смириться. В принципе, ну, не такие уж это и минусы. Ну, где-то там бывало, да, вот, к примеру, да, он у меня инженер. Он любит, чтобы все было как-то, ну, вот там, по полочкам прям разложено, да. То есть это его стиль жизни, это его работа. И он такой был с самого рождения, это мне уже рассказывала моя свекрусть, что у него все должно было быть в комнате, там, в пять лет, строго какой-то поочередности. И она вот убрала его как-то комнату в пять лет, потом он выразил, скажем так, возмущение, она ему вручила тряпку и сказала, ну, что, дорогой, с этого дня ты убираешь и наводишь порядки в комнате самостоятельно. Вот с этого дня, с пяти лет он это и делает самостоятельно, но у меня еще и свекровь такая. Раз сказала, значит, так и будет, шага вперед-назад нет. И в принципе, я же говорю, что он мне очень нравился по своим каким-то принципам. Но когда человек с тобой в отношениях долго, и он видит, что ты тоже вкладываешься в эти отношения, он всегда пытался быть лучше. Я прям это видела, что он, бывало, конечно, он это и озвучивал. Он говорит, что я понимаю, что вот у меня вот в этом и в этом моменте как бы я могу поработать, я хочу то сделать немножечко лучше. Не так давно было, наверное, недели, наверное, недели за две до нашего с вами вот прошлого эфира тоже. Он у меня тогда был в командировке и тоже пишет мне, говорит, Марина, у меня к тебе, говорит, есть вопрос. Подумай, пожалуйста, не отвечай мне сразу, подумай и напишешь, что я могу изменить в себе, чтобы в наших отношениях я был лучше. То есть есть ли что-то, что я бы могла попросить? Ну, есть. Ну, чего уж там. Да, у нас у каждой женщины есть там где-то что-то. А с другой стороны, я понимаю тоже, зачем его просить, если он сам, значит, если он задает себе этот вопрос, он понимает, что где-то он может быть лучше. Пусть он сам определит это где-то. Может быть, он тогда будет сразу в нескольких моментах лучше. Разумеется, я ему ответила, дорогой, любимый, ты у меня самый лучший, мечтать о лучшем просто невозможно. Ну, ответила я ему, конечно, уже через время, через пару часов, что я подумала, и нет, у меня нет тебе никаких пожеланий, ты уже там идеал, в общем. Но самое приятное, что человек готов, и он хочет быть лучше в отношениях. Вот изменить человека нельзя, но если человек готов меняться самостоятельно, он приходит к этому решению ради женщины, да, с которой он рядом, ради семьи, это уже, конечно, большой плюс. Поэтому, то есть, нужно соглашаться, в принципе, на то, что ты видишь. Нужно реально понимать, с каким человеком ты общаешься, и какие отношения у вас будут, чтобы затем не разочаровываться, чтобы не было вот развода, скажем так, чтобы не было обид друг на друга, что я думала, а мне казалось, вот если не будет вот этого я думала, мне казалось, тогда отношения получатся. Спасибо, Марина, блестяще. Хочу вам сказать, что я всегда на своем канале предупреждаю зрителей, что я не психолог, я не философ, я не прочла там много книг и не выучила много теорий. Я в своих советах, вернее, даже не в советах, а в рассуждениях просто, в рассказах о жизни, я опираюсь на жизненную опытность и на как здравый смысл, как мне кажется. И вот сейчас я вас слушаю и думаю, боже мой, вот такая молодая женщина и какая умница. И попробуйте еще получить вот такой вот совет от психологов, философов, коучей, которых сейчас расплодилось вообще невероятное количество. Меня потрясло этот рассказ, как вы мудро поступили, что вы два часа выждали, прежде чем ему ответить, что он самый лучший. Но вот скажите, пожалуйста, вы начали свой ответ. А, я прошу прощения, у меня сейчас небольшое обращение к зрителям, потом вопрос. Уважаемые зрители, если вы хотите, а нас целых 200 человек, 125 лайков, если вы хотите задать вопрос, будьте добры, в начале вопроса поставьте или три восклицательных знака, или три вопросительных, чтобы я просто понимала, и мы с Мариной, когда читали, видели, что это не приветствие или мнение какое-то, или реплика, а именно вопрос, на который вы ждете ответа. И мы тогда, ну, как бы на нем сосредоточимся. У меня личный к вам вопрос, Марина. Вы начали с того, что вы решили, что вы не будете менять своего мужа, но обратили внимание и заметили, что он за это время поменялся. А он вас пытался менять и поменялись ли вы за это время. Это же дорога с двусторонним движением. Сторонняя. Да. То же самое я могу сказать, что он меня, наверное, принимал с моими достоинствами. Разумеется, у меня есть какие-то недостатки, но я считаю, что у меня их очень мало. Я умею принимать и видеть свои недостатки, соответственно, я умею над ними работать. Тоже это мне свекровь, свекровь. Переписываемся сейчас свекровью. Я ей написала, что я сейчас занята. То есть отвечу ей немножечко позже. Филикает у меня здесь. Вот. И самое важное, что когда у нас есть какое-то недопонимание, то есть мы пытаемся его обсудить. И за годы брака, конечно, он уже знает, на какие темы со мной лучше вообще не разговаривать. И если нужно поговорить, то как со мной нужно разговаривать. В принципе, то же самое и я уже знаю. Я, например, знаю, что с моим мужем, если я начну фразу, начну вообще любую там просьбу или неважно, начну с фразы «ты должен» или употреблю где-то фразу «ты должен», все, у него блокируется моментальное восприятие. Он меня уже не услышит. Для него это как слово вот поразит тоже. В наших отношениях, понятно, у меня в брак я пришла, то есть с ребенком от первого брака. И я, наверное, как любая мама, боюсь сейчас начать плакать, потому что для меня эта тема всегда очень такая животрепещущая. То есть у ребенка, у моего ребенка, то есть отец был по бумагам, но не было в жизни никогда, даже когда мы жили вместе. То есть он себя изолировал из жизни ребенка, говорил, что вот он маленький, вот когда ему будет три года, потом он опять вот, ну что ему три года, ну что я с ним буду делать, вот когда ему там будет, не помню, уже там 12 или 14 лет, он сказал. В общем, для меня это, конечно, всегда была тема очень больная. И это тот момент, над которым, например, я работаю и сейчас продолжаю работать. И когда вот мой муж делал замечание моему ребенку, я это всегда как-то очень болезненно переносила. И, конечно, я эту тему с ним обсудила. То есть сейчас у нас уже есть совместные дети, и я могу признать этот свой недостаток даже сейчас. Когда муж делает замечание нашим детям, я отношусь к этому очень спокойно, то есть я полностью его поддерживаю, интонацию, с которой он говорит. Но почему-то даже сейчас, если замечание должно быть сделано Роме, у меня где-то вот ревность, ну вот как-то не хочу его... Хотя он делает абсолютно лояльные замечания, абсолютно правильно, то есть я полностью его поддерживаю. Он замечательный отец, он замечательный папа и отчим тоже, он дает все моему ребенку. Но вот где-то все равно. И, конечно, вот эти вот моменты он уже знает, что если тема касается так или иначе моего Ромы, он должен быть очень, очень обдумать каждое свое... каждое свое слово буквально. Вот здесь, если бы был психолог, сейчас бы он разобрал бы вас по косточкам и сказал, вот оно ключевое, если дело касается моего Ромы. То есть вот пока, наверное, если дело касается... Если вы сказали, когда дело касается Ромы, это одно, но если дело касается моего Ромы, то да, тут еще нужно поработать... Я признаю, что у меня есть недостатки, что мне нужно в этом направлении работать. Я уже сделала огромную работу, конечно, но я понимаю, что, наверное, вот этот вот мой недостаток, он, наверное, будет со мной, мне его просто нужно как-то вывести на нужное русло. Вот как вы говорите, такая умная, ваши годы, ну, господи, мне еще только 42, мне еще учиться и учиться. 42 мне? Да, 42. Это же все такое, не знаю, мне кажется, что, ну, вот тут коучи не научат, это только интуиция и жизненная опытность, но посмотрим. Ну что, читаем дальше, что у нас есть от наших зрителей. Ой, я прошу прощения. Здравствуйте, я посмотрю, послушаю вопросы, а мне просто интересно, приятно послушать. Спасибо, и нам тоже интересно, приятно. Так, вот интересный очень вопрос. Интересно, каким внутренним настроением и вибрациями нужно обладать, чтобы притянулся, в кавычках, твой человек, чтобы вселенная отзеркалила того, кого ты хочешь. Как провести самодиагностику по этому поводу и как правильного настроя добиться? Ну вот видите, я с самодиагностикой, конечно, здесь помочь не могу, но я могу сделать такое замечание тоже, вот сейчас уже помогая женщинам, я вижу, как часто они тратят свое время и свою энергию на того человека, который, они даже сами понимают, что он им не подходит. Соответственно, вопрос, зачем тратить свое время, зачем тратить свою энергию на этого человека. Если вы уже изначально видите, что он вам по тем или иным критериям не подходит, то есть зачем это продолжать тогда делать? Лучше посвятить это время себе, там где-то, может быть, чем-то разобраться, язык выучить, посмотреть приятный фильм, по большому счету, да, я считаю, что лучше направить это свое время и энергию на что-то более положительное и позитивное. А насчет того, что вот, например, такое вот вселенная, да, я тоже верю, я тоже верю во вселенную, ну, где-то вот, мне так хочется, скажем, верить, и в свое время я создавала, знаете, сейчас очень часто, во всяком случае, можно услышать, говорят, вот карта визуализации, когда ты вырезаешь образы какие-то. Да, 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 принца, принца в белом коне, мерседес, яхту. Я не делала такую карту, но я нарисовала, то есть на тот момент я уже была, ну, то есть сама уже с ребенком, да, то есть уже отпустила уже свои прошлые отношения, то есть я уже там полностью поставила нет, я уже перезагрузилась, скажем так, да, и через какое-то время я уже почувствовала, что я уже готова, да, к новым отношениям, и я тогда, зная о вот этой вот визуализации, я решила тогда нарисовать просто на обычном листе бумаги, у меня нет там никаких суперспособностей к художеству, да, то есть вот как могла, так и сделала, но я тогда нарисовала вот мужчину, рядом с собой образ, и когда я рисовала, я его наделяла вот теми качествами, кстати, я вот сделала видео тоже недавно, оно еще не вышло у меня, я делаю видео наперед, то есть его еще пока в эфире нет, оно только запланировано через пару дней, вот, и я тогда вот рисовала мужчину, я его наделяла определенными качествами, вот пока я его рисовала, для меня, всегда для мужчины, я очень ценила вот эту вот сдержанность, наверное, это опять-таки мой опыт из моих прошлых отношений, да, что когда человек пытался настолько всем понравиться, и в итоге я жила не с тем человеком, которого, собственно, все мои знакомые и друзья видят, да, и мне всегда казалось, что вот, мужчина, он должен быть таким более серьезным, более сдержанным, для других, а в семье он должен быть наоборот, добрый, теплый, внимательный, вот, веселый, вы как там, потому что у меня было, да, вот в первых отношениях просто было абсолютно по-другому, вот, и я вот его всегда таким вот себе и рисовала, что вот он такой вот будет в моем воображении, да, у меня сейчас муж вот такой вот он и есть, он такой и есть, у него тоже, ну, и где-то уже его работа, да, обязывает, но раньше он тоже такой был, он очень такой сдержанный, а в семье он совершенно другой, вот совершенно другой, мне даже вот, учитывая, что у меня влоги каждый день, все равно нельзя его увидеть, только вот я, он видит, что я начинаю его снимать в какой-то вот такой момент, все, моментально одевает маску, серьезности сидит, вот, поэтому я за визуализацию, за то, что можно сделать вот такой вот опыт, не знаю, провести, да, попробовать, я тоже тогда на той картине вот нарисовала образ мужчины, нарисовала себя, нарисовала ребенка, мне еще тогда хотелось, чтобы у меня еще была дочь, то есть я там и дочь нашу нарисовала на руках у мужа, то есть я вот представляла, да, что это будет моя семейная жизнь, моя картинка будущая, да, моей будущей семьи, то есть напомню, да, на тот момент мы не были знакомы, я даже еще... Вот эта картинка, вот мне как журналистка расследование провести. Эта картинка, это мне нужно будет когда-нибудь приехать в Украину, домой, где-то хорошенько порыться, потому что, знаете, как тоже говорят вселенную, нужно сделать этот запрос и отпустить, вот я, наверное, так и поступила, просто в тот момент мне вот действительно хотелось, да, вот как-то себя, ну что ли, подбодрить, да, что у меня все будет, просто нужно вот время, хорошо, как я хочу это, как я это вижу, то есть я просто не использовала для этого картинки, оно у меня на видном месте нигде не висит тело, я говорю, я это просто прорисовала. Я там нарисовала тогда дом, но дом я рисовала, это скорее для того, то есть как бы я показывала, что это какая-то гарантия, что ли, стабильности, да, что, то есть опять-таки, учитывая мой опыт в первом браке, что я всегда стремилась, чтобы у нас было жилье, то есть я уговаривала, давай будем собирать деньги, возьмем кредит, поселим туда квартирантов, мы платим тело, они выплачивают проценты, и пусть там через 15-20 лет, но это будет уже наше, а так у нас ничего нет и никогда не будет по-другому. И поэтому вот там на картинке этот дом был скорее символом того, что, ну, у меня все будет, у нас все будет, скажем так, да, чтобы вот, ну, стабильность какая-то была. В общем, да, теперь вот годы прошли, есть уже даже больше, уже сразу мне повезло, у нас еще и двойня, сын и дочь. Еще вот в эту же тему, ну, это такие прописные истины, то, что вот визуализация, и мне кажется сюда же, что, ну, вселенная для того, чтобы тебе что-то предложить, ты должен возле себя место расчистить. То есть, вот говорят, ну, давай сначала я, может быть, найду себе одного мужа, а потом я уже брошу этого, который есть, а так пускай пока будет, вроде бы как, вроде бы как есть, или муж, или отношения какие-то, которые ни во что не выливаются. И вот это как чемодан без ручки, знаете, нести тяжело, и выбросить жалко, а вселенная смотрит, думает, да я бы тебе, может, и дала бы какой-нибудь, не знаю, там, не чемодан на колесиках, а суперлайнер. Ну, у тебя же руки заняты, вот ты с этим чемоданом. Поэтому, наверное, нужно и уметь быть готовым принять, но это уже, повторяю, что это, это, каждый сам, конечно же, для себя решает, но тем не менее, спасибо вам большое за вопрос. Да, я думаю, за ответ, прошу прощения, я думаю, что вот кто спрашивал, получил ответ. Дальше, едем. У меня не совсем вопрос. Ой, тут, вы знаете, прямо по этому поводу разгорелась дискуссия, и целых 22 ответа в ветке. Ну, давайте зануримся в это дело. Только я немножко воды, а вы, у вас там чай, я знаю. Неотчаянно, я приготовилась. Меня боржом, мне Святой Николай вчера еще и боржом принес, тогда давно. Побаловал вас. Побаловал от души. Да вообще там, ну, это, это отдельно, это надо отдельный стрим делать. Вот. Так. У меня не совсем вопрос. Да что ж ты, куда ж ты, зачем ты спрятался? Извините. Есть девочки, которые годами сидят, а все никак. Есть, да? Есть ведь много, у кого не получилось. И тут уже, значит, пошли разговоры, что есть дамы, которые прыгают из брака в брак, а есть женщина и умница, и красавица, и все у нее, и хорошенькая, и все, 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 и ничего не получается. Ну, и тут прям такая дискуссия, вплоть до рукопашной. Да, мы сошлись. И говорят о том, что вот есть хорошие, но мальчики не любят хороших, потому что хорошие, скучные, унылые, нытики, а красавицы и по хозяйству, и так далее. То есть, вы знаете, я тоже за, сейчас расскажу эту, ну, простите уже, как бы эту историю. Простите, я имею в виду зрителей, что я должна вам слово предоставить, но лезу весь вечно со своими историями. Мне одна знакомая работала на фабрике, где расписывали чашки. Или, ну, чашки. И, значит, знаете, вот большой-большой цех, и в этом цеху, ну, например, сидит 40 или 30 женщин. Они все в белых халатах, на голове такие еще, знаете, такие интересные, они марлевые. Я просто видела эту фотографию, вот такие марлевые, как колпаки, прям, как куманаж, такие вот, не просто шапочки, такие высокие, вот было принято тогда, эти колпаки. И вот она рассказывает, это Наташа, которая работала в этом цеху, говорит, вот у нас 40 человек женщин, там у каждой все приблизительно где-то как-то одного возраста, у каждой вот своя судьба, а мужчин мало на этом предприятии. И вот у нас есть некая, ну, пускай, я не знаю, как мы ее назовем, пускай она будет клава. И вот говорит, ну, вот что это такое? Вот назвать ее красивой нельзя, назвать ее какой-то, ну, там, чтобы она у нее фигура, там была божественная какая-то, нельзя. Ну, что такое, вот какой орган вырабатывал вот эти женские гормоны, женское начало? Не потому, что там не только она нравилась мужчинам, а ей нравились и были интересные мужчины. И она говорит, ты себе не представляешь, вот мы сидим, значит, вот эти ряды, там, четыре или пять рядов, за каждым восемь человек, и вот мы все рисуем эти чашки. Открывается дверь, вот там вот, в конце цеха. Мы не видим, кто там зашел. Но по клаве можно, по ее спине, можно понять, что это зашел мужчина. Как она спинным мозгом, понимаете, а кто там, даже говорит, ты понимаешь, ладно, начальник цеха зайдет, ты там, ну, все увидят, еще какой-нибудь там, самый, говорит, вот раз последний грузчик зайдет, ящик какой-то занеси, а мы все сидим спиной. И она сидит спиной. Никто не видит, что там мужчина зашел, и какой. С ней что-то делается. Она, говорит, она преображается. У нее в голове, значит, другая постава, вот это вот все. Голос меняется, смех меняется. Не потому, что там она делается, ведет себя как дура, вульгарную, но она всем своим видом реагирует на то, что там где-то штаны, что вошел какой-то мужской гормон. Как она его увидела? Как она его почувствовала? Но я не об этом. Я о том, что и они, вот те, которые в штаны, в дверь-то входили, они просто, она говорит, когда она у нас стала, они зачастили. Они просто начали ходить так часто, говорят, к нам на участок, все мужчины. Вот потому, и все вот, вот прямо на настолько им приятно, вот эта вот мужская, эта женская реакция на их мужчин. Я не знаю, чем там это все дело закончилось. Я не могу сказать, я не знаю, там вышла она как бы замуж за начальника цепи или за грузчика. Но то, что есть женщины, которые реагируют на мужчин совершенно спинным мозгом, рептильным, и на них ведутся и реагируют мужчины, это абсолютное, это абсолютное, абсолютные такие феномены есть. Ну, такая Мерлин Монро, только она работала на фабрике, чашки разрисовывала, понимаете? Ну, вот такая богиня. И так к нашему вопросу, что же, вот почему же у разных женщин, некоторые, я по-другому просто сформулирую, некоторые может провести на сайте знакомств годы, некоторые может провести две недели. Что, почему, как? Из вашего опыта. Я скажу, да, не только сейчас свой опыт, но и учитывая вот опыт девочек, которым я сейчас помогаю, да, то есть тоже девочки разные, там и 30, и 40, и 50 лет. Тоже вот у меня есть девочки, две девочки, которые через две недели познакомились, встретились, вот одна девочка, она уже в ожидании визы жены, а со второй девочкой нужно списаться, узнать, как она сейчас. На последний момент, последний раз, когда мы с ней общались, это было сколько, полтора месяца, наверное, назад, вот женщине 51 год, и она познакомилась с мужчиной тоже своего возраста, и тогда вот они тоже уже обговаривали, в общем, относительно документов, встречи, в общем, нужно будет списаться, еще с ней узнать. Также я смотрю вот с девочками, тоже ко мне пишет, девочка одна попросила помощь посмотреть ее анкету. Это просто вот пример, он очень важен. То есть я всегда прошу выйти в видеоформат. Я с ней пообщалась, затем она мне скинула, то есть когда мы с ней общались, она мне говорит, что мужчины мне пишут, мы выходим, начинаем общаться, затем мужчины пропадают, то есть не выходят со мной на связь. Я ее попросила посмотреть анкету, посмотреть ее фотографии. Затем я с ней списалась и говорю, что если вы хотите, чтобы я вам помогала, нам нужно менять полностью описание и нужно менять фотографии. Она говорит, нет, нет, я фотографии не готова менять. Я этот самый, мне они очень нравятся. Я ей говорю, что фотографии… Мне они нравятся. Да надо же, чтобы они не тебе нравились, а чтобы они мужчинам нравились. Я считаю, фотографии должны соответствовать. Когда на тебя с фотографии смотрит отлично фотошопленная фотография, шикарная, там фотошоп шикарный был, Но на фотографии шикарная знающая себе женщина, скажем так, лет 30. В общение с тобой выходит женщина, которой свои, 44 года. И вот этот весь фотошоп, он моментально уже не имеет никакого веса. Если тебя обманули на фотографии, то обманет и во всем остальном. Во-первых, это. Во-вторых, ну все-таки, знаете, я понимаю там фотошоп. Мои фотографии не были фотошоплены. Когда я с девочками тоже разговариваю, я им тоже говорю о том, что, разумеется, фотографии важны. Конечно, только фотографии, только описания недостаточно. Как вы ведете общение с мужчиной. Вот где идет основная зацепка, скажем так, да, что мужчина пойдет на вашу энергетику, на то, как вы с ним общаетесь, какие эмоции он будет получать, когда он общается конкретно с вами. То есть он выйдет в общении не только с вами, да, то есть он выйдет в общении еще с несколькими женщинами. Но вот с одной женщиной он будет испытывать вот одну эмоцию, а с вами другую. И затем он подумает, да, что вот какая из эмоций ему нравится больше. Серьезному мужчине у него не будет время вести переговоры сразу там с десятью женщинами. Даже на двух у него не будет времени, я скажу честно. То есть я тоже рассказывала там на своем канале, да, то есть что тоже я вышла с Чедом, тоже в общение в первое. Но на тот момент я сидела уже пять месяцев, у меня уже тоже был свой опыт. И я ему в первом общении, вот когда вышла, я ему сразу... Прошу прощения, там был вопрос, на каком вы языке общались с Чедом в самом начале знакомства? На английском. Но, то есть английский у меня был, на тот момент я его учила почти год. И я, конечно, понимала гораздо больше, чем я могла сказать, ну это однозначно. Но, тем не менее, у меня было достаточно знаний, чтобы мы даже не использовали гугл-переводчик, да, то есть я даже не помню, может быть, там пару раз я что-то попыталась перевести. Но, в принципе, уже мне позволяло общаться. Да, я допускала ошибки, там где-то построение предложения, возможно, неправильные глаголы там не в том времени, да, не забываем, то есть акцент, где-то же произношение. Но именно с этим и связано было очень много таких моментов, когда мы начинали просто вот смеяться. И вот эта эмоция, это тоже эмоция, то есть это эмоция хорошего, да, но мы все любим посмеяться, ну чего уж нет, да, к тому же, когда есть, вот скажем, с чего, и приятно, когда мы это делаем вдвоём, да, то есть не тогда, когда одному только весело. Вот, поэтому, когда я с ним вышла в общение, вот моё знание, да, английского языка, мне оно, во всяком случае, тоже позволяло расставить все точки над «и», как у нас говорят. Я ему сразу сказала, что, то есть я рада тебя видеть, это было наше первое видеообщение. Я говорю, единственное, я говорю, ты должен знать. Я говорю, у меня действительно очень мало свободного времени, я мама, одиночка, воспитываю ребёнка самостоятельно, у меня много работы. Я говорю, поэтому, я говорю, мы с тобой, я говорю, знакомимся, я говорю, но для меня важно, чтобы ты понимал, если у нас с тобой всё получится, я еду с сыном. Если нет, тогда, то есть не тратим время друг друга, ты ищешь то, что тебе интересно, то есть я ищу то, что нужно. Вот, но именно это, то есть он тоже испытал свою эмоцию в этот момент, и он понял, он увидел человека серьёзного, который не готов поступиться какими-то своими принципами только из-за страны. Конечно же, он общался и с другими девушками, вышел, тоже там буквально один-два раза пообщались, и он понял, что нет. То есть он с ними испытал просто другую эмоцию. И затем уже, конечно же, я говорю, что человек идёт на эмоцию мужчины. Мы тоже, мы с вами, да, то есть мы начинаем знакомиться с мужчиной, да, мы тоже испытываем определённую эмоцию. С одного человека нам хочется знать больше, а другого человека хочется вообще вычеркнуть и удалить даже его номер телефона, правильно? Вот точно так же, я говорю, что очень много зависит именно от человека тоже, какой он, потому что играть невозможно долго, да, ты там поиграешь, ну, сколько, сколько ты можешь поиграть на кампе. Важно оставаться вот самим собой, человек, твой нужный человек, он притянется на определённую эмоцию. Я же говорю, просто вот носитель на этих сайтах знаком, что многие допускают вот эту вот ошибку и выставляют вот, казалось бы, вот эти вот фотографии. И когда я им говорю, что вот здесь и вот здесь, ну, я объясняю даже почему, да, что мужчина пишет вот этой женщине, которую он видит на фотографии, то есть роскошной. Я говорю, вы выглядите, я говорю, хорошо, но на свой возраст. Ну, я не хочу никого обидеть, но я хочу, да, чтобы человек понимал, если она хочет, чтобы я ей помогла, то есть как я могу это сделать? В первую очередь я прошу меня услышать, я там не начинаю там никого оскорблять или обижать, я пытаюсь, конечно, всё это дипломатично сделать. И тоже говорю, что вы, говорю, шикарно выглядите, я говорю, ну, на свой возраст. Я говорю, фотографии, я говорю, просто не соответствуют, я говорю, вас саму не смущает тот факт, что вы уже много лет, говорю, то есть вы проводите параллель, что мужчина выходит всё-таки с вами на связь, и затем он пропадает, потому что картинка, говорю, не соответствует. И опять-таки, да, то есть общение, как женщина ведёт себя во время общения, это тоже очень-очень важно. Многие просто задают такие вопросы, ну, грубо говоря, оскорбительные. Я бы тоже, говорю, я бы тоже не ответила, говорю, почему ты задала именно так? Например, вот этот вопрос. Ну-ка примерчик, примерчик приведите. Наших девочек очень интересует, разумеется, да, то есть сколько зарабатывает мужчина, то есть что он может себе позволить. Но спросить в лоб, честно, ну, в среде американцев не принято, даже вот, ну, друзья нам, соседи, да, мы не можем спросить, а сколько ты зарабатываешь? Ну, это всё можно узнать по-другому. Я понимаю, что, конечно, там где-то это тебе этот вопрос интересует. Всё можно спросить более тактично, дипломатично, со временем, может быть, не сразу, да, там не в первом общении. То есть есть свои секретики, которые нужно применять на практике. Они в приличном обществе никогда не поднимают тему, веришь ли ты в Бога, если веришь в какого, за кого ты голосовал на прошлых выборах и сколько ты зарабатываешь. Поэтому девочки сразу же, конечно, встратили, если лезут с такими вопросами. Марин, мы 50 минут в эфире, но, во-первых, у меня ещё к вам несколько вопросов своих личных. Я же имею право тоже задать, как у меня вообще должно быть без очереди. Потом у нас с вами ожидает интересный, на мой взгляд, ну, есть такое предложение, проект. И мы ещё не почитали, что нам люди в комментариях написали. Поэтому я предлагаю, давайте мы сейчас... У вас есть возможность там почитать комментарии? Да, 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 давайте. Давайте, вот мы... Я просила, чтобы ставили знак вопроса. Так, ну вот, вот прямо, прямо, значит, что? Добрый вечер всех, всем спасибо. Спасибо. Все очень рады. Какие-то очень приятные слова пишут. Ну, я не хочу сейчас это всё... Друзья мои, спасибо. Я глазками вижу, но озвучивать всё это будет... Время забирать. А у нас времени не так мало, нас 300... Не так много, прошу прощения. Нас 310 человек, но мы минут на 15 продлим стрим, потому что мы долго к нему шли, долго к нему готовились. Так, что у нас? Я не вижу, вот с вопросами я писала. Так, интереснее, когда женщины после 50-60 дают интервью. Ну, это вам интереснее, Марина. А другим интереснее, когда, значит, женщины молодые дают интервью. И у нас ведь не интервью. У нас сегодня Марина не дает интервью. Она не рассказывает о своей жизни. Мы с ней встречались, и она уже рассказывала. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших зрителей, тех зрительниц, которые хотят устроить свою личную жизнь и найти свою судьбу за рубежом. Дело в том, что Марина, она помогает профессионально в этом... Ну, не профессионально, прошу прощения. Она уже делала замечания любительские, но она прошла этот путь, она набила эти шишки. И у нее есть опыт. И с ней пройти этот путь для человека, который серьезно, действительно, не просто такой... Ой, давай поразвлекаюсь-ка я немножечко, как это... Не догоню, так хоть согреюсь, как этот петух за курицей, да? А вот те, кто хочет именно догнать, догнать свою судьбу, свое счастье, получить, вот они здесь. А интервью с женщинами 50-60 – это другое направление. Так, читаем. Вот тут доброе утро, вот тут меня хвалят. Спасибо, мне очень приятно. Так, вот тут уже кто-то знаком с Мариной, прямо-прямо-прямо какие-то приводят случаи, истории из вашей жизни. Так, за кем Клава замужем была? За кем только она не была замужем. Я вас... Это про нее вообще отдельная история. Сегодня вот опять тут меня хвалят. Спасибо большое. Нас с вами вдвоем хвалят. Так. Можно без фотошопа получиться, она 10 лет моложе, но дело не в этом же. Дело же в том, что как бы Марина объяснила, что человек у него... Он взглянул, мужчина, 5-7 секунд, он себе представил какую-то женщину. И он пишет ей, а она появляется навстречу другая. Поэтому так. Я за то, что, да, фотографии нужно... Нужно потратить время, чтобы сделать, но для этого вам не нужен профессиональный фотограф. Я согласна, я девочкам тоже, когда вот объясняю насчет фотографий, я им прям показываю. Слушай, ну не нужно тебе. Вот она мне говорит, у меня даже нет подружки, которая сфотографирует. Я ей провожу такой вот мини-курс. Я говорю, смотри, берешь, я говорю, фотоаппарат, там устанавливаешь, я говорю, так села, так села, там-там, говорю, подошла, я говорю, где-то, я говорю, к окну, посмотрела, как свет падает. Я ей тоже говорю, что мне для того, чтобы сделать там одну хорошую фотографию, я говорю, может понадобиться сто кадров. Я говорю, ты это сделаешь один раз. Я говорю, тебе просто нужны хорошие, обычные, простые фотографии. Я говорю, ну, конечно, так, чтобы ты там выглядела максимально эффектно. Я говорю, ну, это ты сейчас. Я говорю, ты настоящий. Поэтому, да, ты согласен с этим комментариям. Отлично. Я смотрю, что вопросов не очень много, перебираю тогда на себя, потому что у меня вопросы есть. Первое. Для начала объявления. Друзья мои, вы будете спрашивать у Марины, на каком сайте она познакомилась с щедом. Вы будете спрашивать у Марины, на каких сайтах знакомятся те женщины, которыми она, ну, опикается, как по-русски, которыми она курирует. Да, вот. Значит, сайты эти будут в описании под видео и в первом комментарии. Сайт, это не секрет. И вообще, Google вам в помощь. Набирайте сайт знакомства Америка. То есть, если вы думаете, что есть какие-то закрытые сайты, на которых женихи проверяются, что их там проверяет ЦРУ, ФБР, чтобы они были не скримеры, что они там все хорошие, что их каким-то образом, ну, фильтруют и только туда приличных и порядочных. Нет, друзья мои. Я хочу вас разочаровать. Таких сайтов нет на любом самом, как в дорогой клуб можно прийти и через весь контроль все равно проберется туда какой-нибудь нехороший человек. Так точно, и на сайте все равно перепрется кто-нибудь. Поэтому нет сайтов, которые гарантированно дают качество, уровень качества женихов. Это первое. Второе. Все эти сайты, они платные. И это все правильно. Это тоже сделано администрацией сайтов, потому что это бизнес. Во-первых. Во-вторых, чтобы отсеивать вот этих вот скримеров. Более того, на очень многих сайтах запрещены регистрации с IP-адресов из так называемых неблагополучных стран. Не пускают там какую-нибудь Нигерию, не пускают иногда и восточную Европу, не пускают, сейчас мы знаем, ну, Россия там под санкциями. Тяжело, невозможно зарегистрироваться. Это тоже другой вопрос. И здесь Марина вам в помощь. Обращайтесь, пожалуйста, к ней лично. Она вам поможет и все разъяснит, как это работает. Значит, еще, значит, какой у меня был такой, какой-то был... А, у меня был мой личный вопрос. Марина, у меня проблема с языком. У меня такая проблема с языком. Я учу его всю жизнь, но сейчас уже забросила и перестала его учить. Скажите, пожалуйста, вот вы в Америке, что вам... Очень коротко, я не знаю, интересно ли это кому-нибудь, кроме меня. Что вам больше всего дало толчок, продвижение в языке? Телевидение, общение с мужем, общение в социуме, в магазине. Что-то такое. И как вы, вот мне интересно, как вы сами оцениваете сейчас свой уровень английского? И насколько вы оцениваете прогресс, вот тот, который вы прошли, с тем, что вы приехали, и то, что сейчас, и последний. У меня, как всегда, у меня в одном... Это три в одном флаконе. Позволяет ли вам ваш уровень английского щедом обсуждать уже не просто темы купить в магазине, там мыло, там мама мыла раму, и это хорошо, это плохо, а говорить о каких-то вещах, вот то, что вы о Роме говорили, что когда он переходит, когда ему не хватает, да, на темы какие-то, ну, скажем, где требуется специальная уже как бы лексика и так далее. Еще, значит, ваш уровень, уровень, как он шел, насколько вам его сейчас хватает по глубине? Ну, условно говоря, вы могли бы сейчас выдержать беседу вот такую же, как со мной, но на английском языке с английской теткой, с американской? Смотрите, я бы смогла, но, разумеется, я бы допускала бы ошибки. То есть я понимаю, я это признаю, и я считаю, что мне в этом плане нужно работать. Вот нужно, нужно, то есть и я для себя вижу, я понимаю, я знаю, как я обучаюсь. Для меня, то есть того формата, что я буду учить сама, очень мало. Мне нужно, чтобы со мной занимался специалист, который будет меня действительно корректировать в каждом моменте, в каждом пункте и обращать мое внимание на мои же ошибки вот в данный момент, и чтобы я их вот проговаривала. То есть я и выучила английский язык исключительно благодаря тому, что я в свое время наняла репетитора. То есть мне тогда тоже было тяжело, денег свободных, понятно, нет. И я тогда нашла девочку, которой было 16 лет. То есть она со мной занималась буквально за копейки, но и для нее это были какие-то деньги, то есть и для меня это не было накладно. Здесь, в Америке, у меня тоже такая вот, скажем, ошибка, не ошибка, опыт такой, не знаю, правильно даже сказать. То есть у меня муж, ему очень нравится, как я говорю. Он говорит это очень сексуально. Он говорит, у тебя обалденный акцент, и говорит, я не хочу, чтобы ты менялась. Конечно, там бывают, например, если мне что-то этот самый нужно, я у него говорю, хорошо, как это вот именно правильно, как правильно выстроить предложение, вот что мне прям нужно сказать, он тогда меня корректирует. Но вот так вот в быту он меня исправлять не будет, он даже считает, что это не тактично и неправильно. Ну вот там каждый раз у них где-то там что-то, да. Но у меня ведь есть свекровь, которая учителем работала. Поэтому у нас со свекровью она мне очень сильно помогла, прям очень. Когда я еще первый раз приехала, самый первый раз, когда я приехала к Чеду в Северную Докоту, то есть мы ведь потом разошлись и целый год не общались, да. Но когда вот я тогда приехала к нему первый раз, и должны были тоже приехать его мальчишки, а я даже не знала, как вот им сказать правильно, да, чтобы они меня поняли, то есть чтобы они убрали вещи за собой. И я вот у него спрашиваю, да, говорю, как мне это нужно будет сказать, и я себе прям записывала, то есть предложение, то есть если мне что-то нужно их попросить, чтобы они меня поняли. Затем вот он был на работе, да, я была вместе с ними, мы тоже пошли там рядом у нас буквально за углом, тоже была там как бы сеть быстрого питания, дёрик винт, там мороженое, можно тоже взять гамбургеры, картошку фриш эту нашу знаменитую. И мы тоже приходим тогда туда с мальчишками, и я пытаюсь сделать заказ, и я, конечно, у меня тогда было такое вот стеснение, и я тоже у них говорю, мне картошку фри, а это получается бесплатную картошку. Они на меня смотрят, что? А я тогда Клейтону, старшему мальчику, сыну, ему тогда было 8 лет, я ему говорю, Клейтон, не Клейтон, Кори, прошу прощения, я ему говорю, Кори, закажи мне вот это. Он мне, кстати, говорит, френч фрайсы. Я говорю, ну да, наверное. Вот, они, конечно, тоже, ну, большие молодцы, мальчишки очень мне тоже помогали. Я тоже, кстати, помню, я когда делала, сейчас быстренько вот, тоже ж там готовлю, знаешь, чтобы мальчишек там где-то удивить, побаловать. И там на некоторые наши блюда, они как-то так, ну, им непривычно было. Потом я приготовила наши пирожки, пирожки с картошкой. И малый подходит, ну, младший пробует, и потом говорит старшему, говорит, Кори, говорит, это так вкусно, ты должен это попробовать. Да, и затем уже, когда их Чет отвез домой, они приезжают, Чет живет в другом штате, и они к нам приезжают только на 5 недель, согласно документам о разводе, в общем, да, то есть он просил, кстати, больше времени, но жена сказала, вот, нет. Вот, и тоже Чет говорит, Марина, говорит, они, говорит, прям в аэропорту, говорит, начали бежать к маме и кричать, типа, мама, мама, говорит, там Марина нам готовила пюре, говорит, не из коробки, говорит, и торт тоже, говорит, не из коробки, она брала муку, она брала яйца, сметану, в общем, он говорит, ну, бывшая жена, А пирожки были жареные или из духовки? Жареные, жареные, да. Ну, я тогда там и торт сделала пирожки, ну, в общем, да, В общем, так или иначе, мама Чеда, она меня очень полюбила. Даже вот учитывая, она мне сейчас говорит, что первое время ей было меня понять тяжело из-за моего акцента. И она мне всегда говорила, что, Марина, ты должна говорить медленнее, чтобы люди могли тебя понять. Вот. И она мне тогда предложила, говорит, давай я буду с тобой заниматься. То есть она заниматься начала со мной и с моим святым. Святая женщина, святая. Передавайте ей привет. Просто от нас, от меня лично. У меня тоже есть видео, тоже когда к нам Линда приезжала, я тоже всю эту историю рассказывала. Тоже у нас с ней такие свои взаимоотношения определенные. Но у нас очень хорошие, конечно, отношения. Она мне тоже говорит, что я наконец нашла, говорит, ну вот дочь. Все-таки с первой женой моего мужа у нее не было таких взаимоотношений. Хотя я считаю ее вообще очень легкой в этом плане. Нам вообще повезло. Вот она мне очень помогла с английским языком. И даже вот сейчас бывает, когда к нам приезжает, или вот когда мы с ней часто в видеоформате тоже общаемся за детей, и она мне говорит, вот ты только что сказала прям вообще классно. Вот мы просто о чем-то говорим. И она вот обращает мое внимание, что говорит, вот прям, ну я уже так не помню, да, сейчас конкретно фразу такую я сказала. Вот. Ну бывает там, например, я тоже что-то не знаю. Я ей говорю, что я не знаю, как это правильно сказать. То есть она мне тогда может именно построить правильно. Да. Но я за то, что, конечно, мне нужно совершенствовать свой язык. Я хочу найти действительно человека, кто будет со мной именно в таком формате. Мне вот именно самостоятельно это не мое. Мне тяжело будет. Но тем не менее мне хватает полностью знания языка. Мне позволяет решать все вопросы. То есть вот мы часто переезжаем детей. Везде я оформляю школу. Потом везде договариваюсь, что все там, когда там будет их последний день. Назначаю там все эти аппоинтменты к врачам. Тоже сама прихожу, со всеми общаюсь. Ну, как бы нормально. Нормально. Отлично. Отлично. Ну вот эту картошку я буду вспоминать. Это картошку фрибесплатную. У нас таких случаев, да, было много. Да. Марин, вот спасибо у меня. Очаровательная, совершенно замечательная Яночка, наш главный модератор. Она видит, что я не вижу вопросы. И она вот просто буквально их мне прислала. А я их куда-то делала. Сейчас я их найду. Вот. Значит, вот пришли вопросы нам в комментарии, которые я не нашла, не сумела разглядеть. От Таши. Помощь Марины платная? Да. То есть, но я хочу сказать, что у меня на канале есть много видео бесплатно. То есть, кто готов, кто может, можно просмотреть видео и тогда уже все сделать абсолютно бесплатно. То есть, моя помощь заключается именно в том, что я вот эти вот все знания буквально вот в личном общении еще раз проговариваю, обращаю внимание на конкретные пункты. Я скажу так, что ко мне тоже даже вот обратилась женщина два года назад, когда я только начала свой канал. Она мне тоже тогда попросила, и мы с ней составили анкету, фотографии. И что вы думаете, у нее так ничего и не получилось. И вот недавно она ко мне пришла на платный доступ. И начав с ней общение, я прям удивилась. Я говорю, как ты смотрела мои видео, и ты допустила вот эти вот ошибки. Я говорю, ты два года потратила мне туда. И вот прям, и она сидит, говорит, я не знаю. И действительно, очень часто, знаете как, когда не каждый из нас может вот самообучаться, наверное, да. То есть, тут еще такой момент, очень важно уметь работать на результат, не сдастся. Потому что столько, конечно, будет не того, как говорится. Знаешь, что... И я тоже, я ведь тоже признавалась, да, в своих видео. То есть, я очень признательна вот той женщине, которой я в свое время заплатила 2000 долларов. Если бы не заплатила... Кто не знает, посмотрите, да. Я бы не дошла бы до этого результата. Я бы сдалась в течение, там, первых вот ошибок. Я бы сдалась, это только вот это вот стремление, да, и жадность к тому, что я все-таки заплатила. Значит, я должна дальше, ну, глупо уже тогда, просто не двигаться дальше. То есть, поэтому, да. То есть, кто готов самообучаться, пожалуйста, есть все в свободном доступе. А кому нужно общение, просто это занимает очень много времени. Нет такого, знаете, как базового. Мне нужно все равно пообщаться с каждой, узнать ее историю, потому что затем эту историю нужно будет транслировать мужчине, которым вы познакомитесь. Поэтому здесь такая же идет, скажем, ну, очень много времени я на это трачу, я скажу честно. И, как правило, я могу брать только двух-трех человек. Я понимаю, что больше у меня не хватает просто времени, к сожалению. Ну, если вы посмотрите истории наших женщин, например, Анну из Австралии, которая сказала, что на 8 лет вообще на сайте знакомств провела прежде, чем решить свой вопрос, то, естественно, если за тебя кто-то будет делать эту работу, то эта работа, она того стоит. Марин, смотрите, мы час-семь минут в эфире, 371 человек, много лайков, 267. Спасибо всем большое за эти лайки. Я вас хочу, как это, как сказала наша героиня, о которой сейчас пойдет речь, я за любой кипиш, кроме голодовки. Я хочу вас сейчас спровоцировать и подбить на глазах у людей, у зрителей на проект. Окей. Значит, смотрите, бесплатный, на бесплатный. Я понимаю. Марин, у нас есть, у вас товар, у нас купец, понимаете, у вас купец, у нас товар. У нас есть очаровательная совершенно женщина, вы знаете, о ком пойдет речь, и это Таня. Она героиня моего последнего видео, которое называлось «Модельер исторических платьев», которая сшила платье для чужестранки. Таня живет в Израиле. Таня, у нее трое взрослых детей, сейчас она одна, и она свободна, и она вообще в поиске, и она не против того, чтобы не только развлечься и получить удовольствие, но и попробовать, вообще попробовать что-то новое, и она не против переезда. Ну, то есть, вот просто совершенно, и она творческий человек, и на языках она, значит, там, как птица поет и разговаривает, и так далее. То есть, вот я ее просто репрезентую с самой лучшей стороны. Она мне очень симпатична, мы общались, когда готовили это видео. Но я же тоже, у меня же тоже шкурный интерес, понимаете? И поэтому я вот тут затеяла такой у нас междусобочек, тройничок на троих. Вот смотрите, вы берете Татьяну, и на глазах вот у всей этой изумленной публики 358 человек. Мы, давайте дадим себе какой-то срок, ну, пускай это будет там два месяца, да, три месяца какой-нибудь. Просто посмотрим, что за этот срок может произойти. Но мы делаем из этого реалити-шоу. То есть, наверное, каждую неделю, да, я бы хотела, чтобы вы снимали каждую неделю, и вы и Таня небольшой рилс. Ну, например, сегодня мы зарегистрировались, сегодня мы сделали фотографии. Вот эти фотографии мы разместили на сайте. Сегодня нам ответил вот этот вот первый жених, мы его отвергли. А вот этим двум мы написали, а с этими мы переписываемся. А с этими я вышла уже в прямой эфир и разговаривала в прямом эфире. А теперь вообще все пошли к черту, мне это все надоело, и я удаляю свою анкету с сайта. Или, а теперь вот вам всем, а я переезжаю в Америку, еду на первое свидание, или в Швецию, или в Австралию, или в Тимбухту, не знаю я там, как уже сложится. И давайте дадим себе, может быть, срок какой-нибудь вот понятный, и какую-то периодичность вот выхода этих видео, чтобы люди видели просто, как это работает в реальной жизни, как женщина в 50 лет, красивая, молодая, умная, талантливая, может на этом поприще, на этом пути пройти, и что она вообще встретит? Какие тернии, какие звезды, какие заросли, какие розы, какой чертополох? Как вам такая идея? Я не против, я, конечно же, могу помочь, подсказать. Единственное, когда вот я девочкам помогаю, я всегда говорю, что я сотрудничаю ровно месяц, ровно месяц. Я не ворую там ничьё время, да, то есть я считаю, что месяца со мной будет достаточно понять, как работают сайты, что от вас требуется, какая ежедневная рутина от вас будет требоваться, будет необходима. То есть этого будет достаточно. Дальше это уже исключительно тоже женская мудрость, терпение, то есть как вы умеете вести себя с мужчиной, очень многое зависит от этого. То есть далеко не каждая женщина может построить отношения, просто потому, что у неё слишком завышенные требования. То есть, например, мой муж тоже, да, я говорила раньше, что в своё время он не был особо завидной партией. У меня даже девочки писали мне такой комментарий, зачем было переезжать к мужчине, у которого из личных средств, из свободных средств остаётся только 500 долларов. Да, я приехала к человеку, у которого даже 500 долларов лишних не оставалось, но из этих денег он мне всегда тоже давал определённую сумму, чтобы я у него просто ничего как бы, ну, я не люблю быть в позиции вот просящей, просящей, да. То есть я тогда тоже не работала, ну, то есть понятно всё, детки потом родились. На данный момент, то есть уже мой муж вот так уже вырос, да, то есть очень многое зависит от поддержки. Да, самое главное, что он это понимает, и, конечно, я ему там время от времени тоже говорю, что вот смотри, я говорю, ты ведь всего этого мог бы добиться ещё лет 10 назад. То есть очень много зависит от человека, который рядом. Поэтому да, то есть я предлагаю, что я могу помочь, я могу подсказать, мы можем это всё сделать. Нет, мы… Единственное, что мы не можем, наверное, мужчин показывать, мы можем только говорить, потому что это всё-таки личное пространство как бы другого человека, и, наверное, нельзя, я так думаю, что нельзя, но обсуждать, какие были сделаны, скажем так, шаги, да, там плюс-минус, может быть, не совсем прям детально это всё расписывать, но, в принципе, да, я думаю, что можно, но по срокам здесь очень тяжело обсудить. Я говорю, у меня вот эта женщина, которая 51 год, и мужчина на 6 месяцев, по-моему, он её младше. Они познакомились буквально в течение первых двух недель. Но вновь это скорее исключение из правил. Всё равно нужно смотреть на несколько месяцев как минимум. Но многое зависит и от активности, и от того, как женщина может себя вести. В общем, давайте обменяйте тогда нас контактами, сделаем чего уж, Таня. Она сейчас здесь, Таня сейчас помашет нам руку. Ручка и Таня Городок Ангелов, потому что мы с ней как бы эту идею обсудили. Мы назовём этот проект проект 138. Почему 138? Это пока секрет для всех и даже для вас. Мы об этом расскажем в нашем финальном, в финале нашего шоу за стеклом. То есть пока мы с вами дел на месяц, да? На месяц, за месяц уже что-то будет ясно, что-то будет понятно. Но мне по результатам всё-таки этого месяца, мне нужна какая-то, чтобы вышла какая-то видеопродукция для наших зрителей, чтобы они понимали вообще вот что происходит, что происходит человеком, когда он вступает на этот путь. То есть мне нужно будет, например, чтобы та же самая Таня сказала, что мы сегодня с Мариной два часа общались, разговаривали, потом я три часа регистрировала, потом я нажала не ту кнопку и стёрла свою анкету, как мне недавно одна девочка сказала. Я, говорит, случайно, я нажала и два часа регистрировала, стёрла. И всё. Вот сегодня, значит, у меня пять часов работы ушло, ещё я с места не сдвинулась. И вот меня вот эти вот вещи интересуют, которые женщинам, ну просто действительно, просто как бы покажут, что это за дорога, куда она ведёт и что на ней можно встретить, и сколько труда на это нужно будет положить. А может быть, просто как бы удача, и всё решится, и первый же кто. А мы будем, скажите, пожалуйста, мы будем ждать ответов, или мы будем сами прям выбирать мужичков и писать им? Конечно, вы будете это делать сами. Дорога в никуда, это ждать. Ждать можно. Тогда лучше даже и не начинать, если не готовы. Вот я вижу, городок Ангелов нам помахал. Вот у нас, значит, получается дел Тройственный союз. И начинаем пока месяц. Единственное, что я хотела с вами поговорить и спросить Марина. Вот сейчас этот месяц, он такой, ну как бы праздники, Крисмос, Новый год. Удачный он для начала такого проекта? Или это заведомо проигрышный, ну такой как бы? Нет, я считаю, что начинать нужно сейчас вообще замечательное время, потому что вот именно семейные праздники, и, конечно, одинокие мужчины больше будут себя чувствовать одинокими. Мы с вами, наверное, тогда потом обсудим, как это лучше сделать. В принципе, у меня есть на канале тоже одна-единственная девочка, которая поделилась с самого начала, тоже, когда она только зарегистрировалась. У меня есть уже с Эльмирой. Я говорю, она одна-единственная, которая поделилась вот так вот, прям не побоялась. Мы посмотрим, как это мы можем сделать. Возможно, тогда эти видео я буду как-то монтировать на своем канале и потом делиться с вами, потому что я тогда могу с ней записывать прямые видео в Zoom. И тогда мы будем все обговаривать, и потом я тогда уже смонтирую тоже, чтобы было максимально интересно, вот без воды. То есть вы идею-то вот поняли, главное. И это инструкция для тех, кто хочет, например, работать, но не может себе позволить там вашу помощь и так далее. Но просто чтобы они представляли, а не мы. Потому что кажется, ой, я зарегистрировалась на сайте знакомств, и вот уже я вот сижу целых 15 минут, а еще я вот не замужем почему-то до сих пор не в Америке. Поэтому вот эти вот все моменты с фотографиями, с составлением описания, с длиной письма, с количеством символов, с тем, как реагировать. И вот тут у нас пришел последний вопрос, на который мы сейчас ответим, потому что мы уже час-двадцать в эфире, перебрали все мыслимое и немыслимое время. От Светланы был вопрос, как понять, что те не врут. Такой наивный. Это только общение, это только общение, по-другому никак. Так, это общение, это слушать, что тебе мужчина говорит. И, как я уже говорила раньше, да, то есть не одевать на себя вот именно розовые очки, не додумывать, слушать внимательно, что человек говорит. То есть, конечно, каждый, да, может там где-то что-то приукрашать, но при регулярном общении это видно. Поэтому только общение, а по-другому, ну, просто никак. Задавать вопросы, задавать вопросы и слушать ответы внимательно. Марина, может быть, мы что-то обошли стороной? Я какие-то моменты упустила? У вас есть что-то, чем вы хотели бы завершить, рассказать, поделиться? Я думаю, если честно, нет. Да, единственный вопрос уже у нас тогда был, мы с вами подготовились. Там был вопрос относительно мужчин из СНГ. Тех, которые живут из СНГ, которые сейчас живут. Слушайте, а вот еще такой вот, извините, времени, но потерпите меня. Скажите, а нет вообще вот такого подхода, чтобы, например, ну, условно говоря, у Чеда какой-то холостой мужик. И вот мы прям бы его вот взяли и сюда бы вот посадили и сказали бы, ну, не у Чеда, у Чеда бы папа и дедушка. А на аукцион мы бы сейчас бы его бы прям бы разыграли бы тут между собой. Нет, у меня такого... Я понимаю, нет, у меня такого человека нет. Я даже скажу больше, что я бы не делала совершенно на эту ставку, вот не ждала бы. Ко мне тоже вот обращалась женщина, уже тоже не помню, где там она, с какой страны тоже где-то живет. У нее, по-моему, три подруги в Америке уже давно. И они ей обещали, что они кого-то найдут уже, я не знаю, уже, наверное, лет 10 прошло. То есть при этом женщина самостоятельно ничего не делает, она сидит и продолжает ждать. Я познакомила, я рассказывала тоже на своем канале одну единственную женщину, она моя подписчица, вот она мне сейчас тоже, это просто судьба, как говорится, она мне сейчас помогает с переводами из России. То есть ко мне обращаются женщины, которые живут в России. По-другому перевод, то есть, ну, я уже рассказывала, да, то есть у меня это идет как благотворительность, поэтому все равно, так или иначе, из России сделать перевод в Украину невозможно. Вот она мне в этом помогает. У нее просто есть российская карта, и ей делают перевод на ее карту, а она затем делает перевод со своей карты уже прямо в Украину. Вот, поэтому она одна единственная, которую я лично познакомила. У нее тоже была своя история. Вот уже у них пришло одобрение с юзки, они занимаются, она открывает визу невесты. Мы тоже с ней запишем интервью, но она меня тоже просила, вот когда я уже буду в Америке. То есть так действительно каждая женщина, она придерживает эту информацию. Я говорю, Эльмира, одна единственная, которая согласилась честно, откровенно рассказать, что какие-то там тоже у нее были ошибки, что это все можно сделать самостоятельно. Но я скажу честно, с Эльмирой я не брала ни копейки, тоже я тогда канал только начинала, и я сказала, что я готова помочь. То есть у меня 46 подписчиков, кому надо, кому важно, кому интересно и кто готов, я помогу совершенно бесплатно. Вот Эльмира тогда ко мне и обратилась два года назад. Поэтому да, вот сейчас они уже ожидают Эльмира визу жены. А эта девочка, она тоже ко мне, кстати, обратилась, описала мне свою историю. У нее были отношения два года с американцем. И я ей сразу сказала, что не получится у вас, что все, поставить точку. Она мне сказала, нет, я верю, я дам. То есть я буду ждать. Хорошо. Полгода она пропала, через полгода она объявилась и сказала, что да, я была права. И в общем, да, вот мы с ней начали, то есть общаться, я со свойственной мне, вот там, женской. Ну, в общем, мы с ней, в общении с ней я увидела во многом себя тоже, да. Там у нас, ну, как вы сказали, да, вот там подругами, да, стали. Вот мы с ней буквально стали вот подругами. Мы с ней очень часто общаемся, вот она мне сейчас помогает. И затем в определенный момент ко мне тоже обратилась девочка и говорит, слушай, Марина, у меня здесь есть знакомый американец, он был на сайтах, но ему попадались одни скамерши. Говорит, хороший, нормальный мужчина. Говорит, у тебя нет женщины, какой-то, говорит, девочки, действительно, говорит, хорошие, которые, а не только хочет в Америку переехать, а действительно, говорит, ищет отношения. Я говорю, сколько мужчине лет? Она мне же там сказала, по-моему, 47 или 48. Я говорю, есть, я говорю, ну, они, получается, одногодки, тоже. Он ее, по-моему, на 6 месяцев старше. То есть все, что я сделала, я их обменяла контактами, по большому счету. То есть понятно, где-то там что-то тоже подсказала, тоже там были разные моменты, она мне там пишет, я говорю, так, подожди, я говорю, успокойся, давай, говорю, посмотрим вот так и вот так и вот так. И она мне, да, ты права. Вот так вот, то есть, ну, вот сейчас они уже оформляют визу невесты, что же, я говорю, дай бог, я, мне есть действительно, что рассказать насчет этой истории, я просто не могу пока забегать наперед и рассказывать вот большего. Мы ждем, она потом это все сама расскажет и относительно того, спать, не спать, нужно, не нужно. В общем, как, что поэтапно и за свой первый неудачный опыт, почему. Я говорю, хотя вот, да, как говорится, а я говорила, да, вот я говорила, но человек сказал нет. То есть, ну, нет и нет, я никогда никому не доказываю, да, там, свою правоту. Я тоже могу ошибаться. Вот, но, да, ждем. Вот я думаю, что она уже где-то, может быть, месяца через четыре, максимум через пять, она уже должна быть в Америке. У них уже все документы уже, документы уже в юзки, все должны быть уже скоро назначены интервью. Спасибо большое, Марина. Дорогие друзья, вы не поверите, но мне до заветной цифры 50 тысяч подписчиков. Не хватает сейчас 150 человек, даже уже 140. Если вы сейчас, вот те, кто смотрит на нас и не подписан, если вы сейчас подпишетесь на меня, вы меня просто сделаете счастливой. И я сегодняшний день, 7 декабря, прям перешагну такую для меня заветную роковую черту. Вам ведь это ничего совершенно не стоит, нажать кнопочку подписаться, а для меня это переход на новый уровень. Это, значит, уже я буду на половине пути. Поэтому я вам буду очень-очень признательна всем за подписку, за лайк, за колокольчик. Давайте мы все с вами поблагодарим Марину, которая потратила на нас сегодня полтора часа своего времени. Мариночка, мы помним, что под описанием к этому видео от вас ссылочка на ваш канал, ваши все социальные сети, если вы их используете, и сайты, на которых наши женщины могут, если они решат, что они сами с усами и сами со всем справятся, они могут зарегистрироваться. Друзья, если вам еще как бы этот контент зашел и зашел этот формат, и вам есть о чем спросить Марину, тоже оставляйте, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. Мы продолжим, да? Для нас с Мариной вот не страшно провести стрим, для нас страшно. Можно я присоединюсь к вашей просьбе? Вы попросили тоже подписаться, что вам не хватает 150 человек. Мне тоже не хватает. Я, кстати, сделала уже видео и выпустила, но Рилс, но он у меня выйдет, по-моему, завтра. И я просто тоже вот обращаюсь к подписчикам, к случайным гостям моего канала. У меня в январе месяце у меня была цель 100 тысяч, но у меня еще нет даже 30. Конечно, знаете как, плох тот моряк, который не мечтает быть капитаном. Я уже не верю, конечно, что в 100 тысяч уже, понятно, мы уже проехали, забыли, пошли дальше. Я уже думаю, ну уже хотя бы уже 30 кубы добить уже на концу этого года. Ну, знаете, Марин, вот я сейчас изучаю эту тему Ютуба очень-очень много. Вот так как вы сайтами, я занимаюсь очень Ютубом. И что говорят специалисты, что количество подписчиков, вообще скоро Ютуб откажется, возможно, от этой функции. То есть это сейчас все-таки главное, это мы уже наш с вами профессиональный разговор. Тут уже кому неинтересно, извините, простите, до свидания. Вот, останется самым важным количество просмотров и количество времени просмотра и вовлеченности, то есть удовлетворенность, лайки, комментарии. А вот это вот как бы цифра подписчиков. Иногда, вы знаете, действительно, я встречаю каналы, на которых подписчиков там много, как-то они каким-то образом образовались после какого-то выстрелившего видео. А просмотров мало, просмотры, решают просмотры. Но подписчики, это знаете, как на автомобиле такой красивый номерной знак. Ну и мне это нужно очень, почему? Потому что мне же, как интервьюер, если я иду, я же маленькая, если я иду к большим, к миллионерам, ну кто со мной вообще будет разговаривать? Какой маститый, да, Ютубер, если пришла какая-то тетенька там, у нее вот совсем ничего. Вот после 100 тысяч уже можно будет стучаться и говорить, здравствуйте, я Виктория, вот у меня есть зрители, есть просмотры. А не дадите ли вы нам интервью? Мы к вам залезем в холодильник, в кошелек, в постель и так далее. Все, Мариночка, я с вами прощаюсь, большое спасибо всем, большое спасибо Тане, Тане Городок Ангелов, которая согласилась вообще с нами на всю эту аферу и авантюру. Мы надеемся, что из этого получится какое-то, ну, поучительное уж точно что-то, интересное, поучительное. Все, прощаемся? Пока. Всем большое спасибо, да, до встречи. Пока. До встречи. Ой, это ж вы заканчиваете. Да, да. Так, каким-то образом я должна это закончить. Вот так, зубы нытые.